Сегодня мы познакомимся с книгой английской писательницы Джулии Роулинсон «Лисёнок Лютер» и «Листопад». У нас состоялось знакомство с двумя предыдущими книгами из этой серии «Лисёнок Лютер» и «Лесенний сад» и вторая книга «Лисёнок Лютер» и «Летние представления». Все сказки этой серии оформлены иллюстрациями Тиффани Биг. Так же, как и две предыдущие сказки, это история о маленьком лисёнке Лютере. Лисёнок ещё никогда не видел осень. Он наблюдает, как меняется мир вокруг, и при этом сам участвует в этих изменениях. Пытается помочь своим друзьям защитить своё любимое дерево или хотя бы его листочек. Эта книга идеальна для чтения взрослым ребёнку. Она поможет маленькому читателю понять, что такое осень, какие особенности у этого времени года. Как опадают листья с деревьев, как животные готовятся к спячке, как улетают птицы. Эта книга – прекрасный повод совместно с малышом открыть тайны осени. Любимое дерево лисёнка пожелтело, и Лютер волнуется, что оно заболело. Мама объяснила, что нет ничего страшного в пожелтевших листьях. Это просто осень. Лисёнок успокаивает дерево, обещает, что оно скоро поправится. Затем он видит, как ветер сорвал с дерева листочек. Лютер поймал листик и привязал его к дереву. Но сильный паров ветра срывает жёлтые листья, а подбежавший бельчонок и ёжик уносят опавшие листочки с собой. Лисёнок пытается помочь дереву и защитить его. Он просит птиц вернуть листочки на дерево. Но после того, как птицы прикололи листочки обратно, их снова унесло ветром. Лисёнок спасает последний листик, приносит его домой и бережно за ним ухаживает. На следующий день лисёнок снова пришёл к дереву и увидел, как красиво его украсил мороз. Когда Лютер подошёл к любимому дереву, он обомлел от изумления. На ветках дерева висели тысячи сосулек, искраясь и сияя в утреннем свете. «Таким красивым ты ещё не бывала», – прошептал Лютер ледяному дереву. И тут лисёнок понял, что дерево не болеет. Оно просто меняется, подчиняясь законам природы и становится другим. А теперь предлагаем вам сделать осеннее дерево. Для работы нам понадобится белый картон, цветная бумага, жёлтая, красная, оранжевая, коричневая, ножницы, клей, простой карандаш, цветные карандаши или фломастеры. Из белого картона вырезаем круг. Затем берём цветную бумагу и нарезаем из неё полоски шириной до 1 см. Чем больше будет полосок, тем пышнее будет кроны дерева. Из коричневой бумаги нам нужно вырезать ствол дерева. Также ствол можно нарисовать карандашами или фломастерами. Берём белый круг и наклеиваем на него наш ствол. Затем берём цветные полоски и наклеиваем её по кругу сверху вот таким образом, чтоб наши полоски были направлены вверх от круга. Далее берём одну полоску и начинаем аккуратно её перекручивать. Но не очень сильно, чтоб не порвать. Затем конец этой полоски приклеиваем к стволу дерева. Таким образом мы поступаем со всеми нашими полосками. Перекручиваем и приклеиваем к стволу. Вот такое дерево у нас получилось. можно нарисовать жёлтую травку, опавшие листья, а можно оставить вот таким образом. Наше дерево готово. Готово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... combat Cuau silk